В этом видео мы посмотрим на самый большой набор Лего Ниндзяга за всю историю существования линейки. Узнаем, какие функции завезли дизайнеры набора. Спойлер, мы будем смывать Лего какашки в Лего унитаз. Рассмотрим каждую мини-фигурку из представленных в сете. И правда ли, что набор содержит современную повестку меньшинств. Всё это и не только в сегодняшнем видеообзоре. Всем здорова, чуваки! Вы смотрите канал Лего Дьют. И да, 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 я наконец-таки собрал этот великолепный набор. И вы можете задать следующий вопрос. Чё так долго? Ну да, ну простите, затянул. Но не каждый же день такие наборы в коллекции появляются. Хотелось посмаковать сборку, а? Ну, извините, давайте без обид, а? Итак, чтобы не затягивать вступление, начну, пожалуй, с первых впечатлений после сборки. Набор большой, он красивый, броский, а главное, живой. И достигается это не только за счёт самой постройки, но и за счёт фигурок персонажей. Причём как именитых, так и обычных жителей Ниндзяга-Сити, которые также создают особый колорит. Плюсом набора могу выделить то, что дизайнеры сделали его не ввысь, как было с другими большими наборами, наподобие того же Дейли Бьюгла, Санктум Санторума и других похожих наборов, а вширь, что добавляет ему изюминки на фоне вышеперечисленных мною комплектов. Ещё один момент, который я сразу хочу отметить. Весь сити-маркет стоит на воде, и для того, чтобы добиться такого эффекта, в наборе было много, точнее даже дофига, а ещё точнее 335 прозрачных элементов, с помощью которых мы строили воду. Смотрится это просто обалденно, водаясь по всему периметру и добавляя чего-то такого древнекитайского, аутентичного. Обо всём, не о чём мы поговорили, пора перейти к конкретике. Комплект делится на два яруса, или этажа, называйте как хотите. Нижний, на котором присутствует мост, пекарня, кузнецакая и магазинчик. А также верхний, с офисом борга, прогулочной дорожкой, баром Даррета и другими прелестями. Конечно же сет модульный, а потому каждая его часть должна быть съёмной. Должна, но, к сожалению, съёмными являются только верхние постройки, и то не все. Теоретически снять нижнее тоже можно, но не безболезненно, а вырывать отдельные части из общей конструкции я как-то особым желанием не горю. Ну а теперь, как говорится, пришло время порыться в грязном белье. Ну, то есть посмотреть на внутренности всех магазинчиков, комнаты другой чепухи. Самое первое, на что мы взглянем, будет булочная. Она находится с левой стороны всея постройки, и внешняя её часть выглядит добротно. Козырёк сделан из деталей книг, окошко для приёма заказа в виде белой повёрнутой двери, а также есть табличка с куском пирога, а с торца мастерву с драконом. С обратной стороны имеется окно с цветочками, а также чёрный вход, ну, задний вход, ну вы поняли. И чтобы попасть внутрь, мы буквально можем достать комнату и лицезреть весь внутряк. Параллельно начнём смотреть на фигурки, и первое будет повариха. Нет, нехорошо звучит. Пекариха? Тоже нет. Эээ, девушка, пекарь. Фигурка ничем не выделяется в плане принтов, но может стать полезной для ваших самоделок, связанных с кухней. Добавлю ещё то, что её прическа с поварским колпаком есть в запасных деталях. Кстати, они. Запаски в наборе было чуть ли не на отдельный комплект. Я не поленился посчитать, и в наборе было аж 235 запасных элементов. Вот так вот. Да. Возвращаясь к булочной, видим аксессуары в виде скалки, сырых изделий, баранок, двух багетов, а ещё присутствует печь, в которой находится круассан и... Чё-то горелое? Ай-яй-яй-яй-яй, вычту это с твоей зарплаты. Ещё есть ступени, ведущие на второй этаж, и чего его там церемонится, посмотрим сразу и его. Достается из фундамента здание так же легко, и по сути ничего сверхъестественного тут нет. Кровать, лампа, столик с какой-то фигнёй и картина с изображением Нии. Единственное, на что ещё хочу обратить ваше внимание, мне зашло, как детали забора, использованные здесь в качестве оконных рам. Возможно, идея не новая, но мне понравилась. По соседству с поварихой находится кузница Кая. Ну, и внезапно сам Кай тоже. Неожиданно, да? И что касается его фигурки, она в первую очередь интересна тем, что отсылает на самый первый, даже можно сказать, нулевой сезон Ниндзяга. К первой серии, где, собственно, Кай и был в своей рабочей форме. Единственное отличие, что эта фигурка уже с новым дизайном лица и волос. В руках у него находится ручник и раскалённый меч. Тебе вообще, Кай, нормально, а? Типа, ничего там в руку не жжёт? Из интересного в кузнице есть наковальня, бочка с водой, инструменты и печь. А над кузницей расположилась чья-то комната, возможно, того же Кая, маленькая, но более уютная, чем предыдущая. С письменным столом, на котором есть перо с чернилами, карточка с Каем, кстати, прямая отсылка на самые первые спиннеры 11-го года. На стене, кстати, есть те самые часы. Кай, врубай. С внешней же стороны кузницы есть весьма простой вход с вывеской. А над ней балкончик, на который можно выйти из комнаты, которую мы осмотрели мгновение назад. По соседству с Каем обустроилась милая бабуля с ларьком, в котором она продаёт всякое... Всякие что-то? И товарей поставляет парень на джонке. Лодка в целом выполнена минималистично, сдержана, а потому выглядит более чем хорошо. Что до фигурок, бабка нормальная, в синем комбезе, из какой-то тыквы зелёного гоблина. Выбыл, говорите! А вот паренёк в классическом китайском одеянии и в шапке Доули. А ещё у него имеется принт аппарата для людей с плохим слухом, что добавляет изюминки его детальки головы. Прежде чем перейти к противоположной части так называемого берега, не могу пропустить одну из самых красивых построек набора Красный мост. Без шуток он выглядит очень солидно с использованием разных декоративных деталей. И на фоне довольно серой части суши он очень бросается в глаза в хорошем смысле слова. Магазин 24 на 7. Прошу обратить ваше внимание на то, какая у него проработка с внешней стороны. Козырёк с имитацией черепицы, окошки, на которые наросли растения и почтовый отсек. В котором также находится отсылка на спиннеры 11-го года, лишь с тем отличием, что в этот раз изображён Зейн. В магазе присутствует ещё один вход с задней стороны и на объявлении слева мега крутая отсылка на козла. И нет, я говорю не об этой игре. А у фигурки козла, который встречался единожды в наборе 7189 из серии Kingdoms. А сюр в том, что фанаты уже какой год требуют красно-жёлтых перевыпустить этот молд, а те в свою очередь такие... А потом бац и пихают отсылку. Ну, нормально. В самом же продуктовом довольно скучно. Разные баночки, скляночки, пару наклеек с картинками и не более. Сверху более интересная комната, и судя по тому, что в ней кровать на кровати и место 2 квадрата, это общага Арина и Соры, двух новых главных героев вселенной Ниндзяга. И не отходя от кассы, сразу чекнем их фигурки. Обе они уникальны за счёт того, что в сете они якобы в повседневной одежде. Хотя, по сути, у Арина новые ноги и прическа, а у Соры волосянки, как у девчули из Монки Кида, и, если я не ошибаюсь, новое выражение лиц, то и, собственно, всё. А в их комнате присутствует двухъярусная кровать с отличающими атрибутами персонажей и целых две отсылки. Первая на сет 71766 легендарный Дракон Ллойда, а вторая на мех Соры из сета 71792. И перед тем, как мы перейдём на второй ярус, осталось посмотреть на последний компонент первого. Арка чуть ли не самый восточный элемент всего набора, она действительно хорошо передаёт дух азиатской культуры, и смотреть на её проработку одно удовольствие. Под этой самой аркой виднеются ступени, поднявшись по которым мы видим баннер, который, в свою очередь, является отсылкой на эксклюзивный сет «Храм Торжест». Заполучить данное изделие простые смертные не могли, ведь его раздавали лишь сотрудникам компании Лего в 2021 году. Ну и финальной частью первого яруса, которое перенесёт нас на второй, является фуникулёр. Жёлто-белый спичечный коробок с симпатичными наклейками, который затайлен практически во всех местах. Попасть внутрь можно, открыв нижние и верхние элементы, и в самой кабине, ну, так-то ничего нет, но глобально ничего особо не требовалось, потому что главная вместительность, а она достаточно. Вовнутрь фуникулёра, конечно же, помещается одна-две фигурки, ну, а если час пик, то сами понимаете. И как я сказал уже ранее, фуникулёр перенесёт нас на второй ярус, и с ним, естественно, связана первая полноценная функция набора. А именно, поднятие наверх, ну, а если вы наверху, то спуск вниз, логично, не правда ли? Ага. И чтобы кабина не пустовала, возьмём звёздочку с его комплекта Сайруса Борга. К моему удивлению, это новая фигурка, и персонаж встречался ранее, лишь в 2014 году. В единственном сете 7722, и то предыдущая его версия была одержимой, а обычный Борг появился только сейчас. Фигурка максимально классическая, если можно так выразиться. Ножки одноцветные, а на торсике принт пиджака с кофтой, и, к слову, ему даже не завезли второго выражения лица. Борг, как ему и полагается, в инвалидной коляске, деталь также не новая, но она мне попадается впервые. В общем, засовываем Борга в саркофаг, закрываем за ним двери, мы же не в лифте родились, и поехали. Но чё-то само оно не едет, а потому что нужно приложить некие физические усилия, и покрутить шестерню, которая находится в пипец каком неудобном месте. И мало того, что вращать эту часть неудобно из-за особенностей конструкции, ещё и маленькая шестерёнка, которая находится рядом, каждый раз вылетает, стоит начать крутить наверх, и это один из недостатков сета. И вот мы почти добрались на второй этаж, но вот незадача, преграда, но, спокойно, мой маленький зритель, тут скрывается следующая функция набора. А именно такой себе раздвижной мост. Сзади тусуется ещё одна шестерня, и если покрутить её, то части дороги раскинутся, и мы сможем проехать. И вуаля, мы уже на втором этаже. И чтобы спуститься на пешую дорожку, есть два пути. Первый это полуспиральные ступеньки, возле которых обитает типичный лего гик. Ещё одна крутая мини-фигурка сета, девушка в кофте с принтом Таху на передней стороне и с символом серии Биониклов сзади. А также лего внутри лего. В первой руке микрофигурка Таху, и непонятная фигня во второй руке, это банка, в которых и продавались Биониклы. Но ступеньки не подходят в нашем случае в качестве спуска, и специально для таких случаев есть подъёмник для инвалидов. Мы на него заезжаем, и покрутив эту детальку виниловой пластинке, опускаем борго с небес на землю, так сказать. Механизм в целом работает исправно, но небольшие толчки в зад, как говорится, всё-таки присутствуют. Пока мы не двинулись дальше, хочу обратить ваше внимание, что часть, в которую прибывает фуникулёр, сделана очень даже симпатично. Арки выполнены в китайском стиле, и колорита им добавляют козырьки того же стиля. А сверху виднеется небольшое дерево с белыми и розовыми ветвями. Я так подозреваю, что это Сакура, но в целом могу и ошибаться. Позади же всей этой конструкции можем наблюдать офис нашего протагониста Сайруса Борга. Как я уже упоминал, верхняя часть более модульная, в отличие от нижней. А потому удобство ради я сниму часть с офисом, и рассмотрим её отдельно от общей конструкции. Офис Борга. Это небольшая салатовая башня, которая на фоне всего остального города действительно выглядит современнее и технологичнее. По внешнему виду сразу могу отметить, что мне приглянулись детали для внешнего декорирования. Выглядят очень органично и красиво дополняют всю детализацию башни. А чтобы попасть внутрь, есть конечно же двери, как ещё зайти не через крышу же. Ааа, ну можно. И войдя, видим, что тут пусто. Да, есть несколько стеллажей с техникой, но чё-то скудно, если честно. А также в этом недоайспоте находится девушка-консультант, и я это понял по её символу на майке. Ведь такой же есть и на двери. Что же до фигурки, торсик у неё выглядит интересно. А также имеется два довольно стандартных выражения лица и шевелюра, как у Боба Росса. А вот верхний этаж чуть интереснее, так как это непосредственно сам офис Сайруса. Чтобы увидеть внутренности, можем вынять оконную раму и увидим, что там лишь рабочий стол с монитором и лампой. Но почему-то я нигде не вижу тут стула. Ааа, стоп. И помимо этого, в офисе присутствуют двери. И если мы вернём всю конструкцию в зад, то будет ясно, для чего они нужны. В случае, если Борг захочет попасть к себе в офис, ему необходимо зайти в магазин, пройти сквозь него, выйти на ещё один подъёмник, и по нему подняться наверх, и затем уже зайти в свой офис. Ну вот вроде и умный, а чтобы добраться до своего рабочего места, он варианта попроще не придумал. Ну и небольшая претензия ко всей этой конструкции. Лего, а чё это я должен своими руками сам поднимать подъёмник? Не знаю, в чём была сложность добавить ещё один механизм для автоматического поднятия. Но плюс также есть, а именно то, что тут предусмотрена деталь для фиксации этой штуки, и подъёмник, по идее, не упадёт. Опа-па! Спонтанный осмотр двух рандомных фигурок набора, и это будет Лоид и Ния в новых костюмах сезона. Прежде всего, хочется отметить, что костюмы получились прикольно. Пускай в плане принтов, что на ножках, что на торсе чего-то сильно вычурного нет, и герои не сильно отличаются друг от друга по принтам, но маски реально тащат новые костюмы. Они состоят из двух деталей, нижняя это одновременно и часть маски, и наплечники, и ножны для мечей, ну а верхняя, ну, просто часть маски, и сама по себе на ниндзе она будет выглядеть комично. А ещё, кроме обычных выражений лиц, у героев есть новая в режиме берсерка, ну, или дракона, про сушеност сезон называется «Восстание дракона». Что это и как должно выглядеть, я не знаю, так как в мультфильме пока ничего с этим связанного не было, но уверен, что в будущем мы ещё узнаем. После офиса Борга можно наблюдать небольшую дорожку для гуляющих людей. Некоторые декоративные элементы в виде цветов, ограждений, небольшой арки и, конечно же, сами прохожие. Я так понимаю, это отец и дочь, гуляющие по Ниндзяго Сити. У Бати же, как положено, усы, прическа под горшок и интересный торсик с одеяниями, на которых принт синего дракона. У девочки же две шишки волос на голове и очень занятный торсик с ещё более красивым кимоно. И я думаю, данную деталь можно будет использовать для самоделок других персонажей, связанных с китайской культурой. Но вот откуда ни возьмись, покой граждан нарушает мисс преступление с её опасными огнемётами. Ещё одна желанная фанатами фигурка второстепенного плохиша Ниндзяго. Фигурка правда вышла на славу и у неё отличные принты её костюма с элементами пламени. На лице принт с защитными очками, красный ракет и два огнемёта. К слову, трубки, которые ведут от баллонов к рукоятям, это детали хлыста, и леговцы очень грамотно их вписали в конструкцию этой фигурки. Наконец-то мы подошли к финальным сооружениям, а именно бару Даррета, суши-бару и толчку. Связующим звеном между двумя постройками является вывеска с, я так подозреваю, названием суши-бара. На ней, как и на многих других рекламах, размещенных по всему периметру сити-маркета, есть надписи на языке Ниндзяго. Блин, не пойму, что тут написано. У Лего Ниндзяго, оказывается, ещё и язык свой есть. Не пойму, что за символ здесь нарисован. Да не хочу этим заниматься, пускай сами переводник делать нечего, я не хочу. Ну, в общем-то, да, если захотите, то все, кому не лень, можете перевести все надписи, которые были в видео, и написать в комментарии. Мне будет интересно узнать. К слову, вывеска размещена на детали салатовой рельсы, и вписалось в такое решение очень органично. А в качестве дополнительной рекламы здесь есть кальмар, минималистично, но прикольно сделанная постройка. Суши-бар, совсем маленькая будочка, 8х6 пинов. С одной дверью, окошком для заказов, и внутри небольшой рабочий стол с суши и всякие кухонные принадлежности. А также усердный работник, работающий, я так думаю, по 12 часов минимум. У бедолаги он даже под палец устекает. Кстати, у фигурки особенно классный торсик с красным чувачком спереди и сзади. И следом туалет, на самом деле прикольная постройка с характерной наклейкой на двери, и открыв её мы видим... Опа, да-да-да, старый знакомый ищейка МакБрэк сидит в засаде, ну, обычное дело. Персонаж, насколько мне известно, достаточно новый в лоре Ниндзяга. С очень колоритными выражениями лиц, модными очками, и на торсике имеется куртка с бронежилетом и значком копа. В самой кабинке особо ничего нет, но как бы от толчка особо многого и не ждёшь. И рукомойник, туалетная бумага и унитаз. И погодите-ка, а кто после себя не смыл, а? Вот засранец, но... Ладно же, с мытью мистером ищейкой мы сможем, нажав на ручку смыва, и наши какахи удачно пошли по водостоку прямиком в реку. Ну, всё как и в реальной жизни. Механизм, на самом деле, очень круто продуман, и внутри действительно целая интересная конструкция, по которой эти какахи скатываются прямиком вниз. С обратной стороны туалета находится наклейка с неким персонажем, но, честно, я не знаю, на кого это отсылка. Поэтому жду ваши мысли в комментарии. А под туалетом есть наклейка в виде граффити, отсылающая на первую серию сезона Восстания Драконов, где Сора и Арин на мехе участвовали в соревнованиях мехов. А рядом отсылка всё на тот же сезон, где после большого слияния некоторые ниндзя пропали без вести. И люди сделали в их воспоминаниях мини-мемориалы. Собственно, один из таких тут и представлен, мемориал, посвящённый Джею и его же микрофигурка. И финальное заведение – бар Даррета. Вход в него оформлен достаточно стильно, присутствуют даже лава-лампы. Для удобства сниму верхний ярус, и мы сможем лучше рассмотреть внутряк. Вообще, сам бар – это отсылка на один из сезонов, где события собственные происходили в этом заведении. Но больших подробностей я о нём не знаю, поэтому расскажу чисто о том, что есть внутри, а есть немало всего. Бильярдный стол с несколькими шарами для бильярда. На стене висят два Кия, ретро-автомат для проигрывания музыки, касса и мини-бар. На стене висит Дартс, а также сцена с микрофоном, на которой прибухнувший Дартт уже исполняет. Фигурка Дарта тоже очень занятная, хотя и ничего выдающегося в ней нет. Шикарная шевелюра, бокал с весёлой жижей, рубашка с медальоном и штаны с подтяжками. Красавчик одним словом. Во время обзора я показал практически всех персонажей, но остались последние четыре фигурки. Детектив Зейн, я уже не раз показывал её в своих шортсах. Фигурка получилась прикольная, и за счёт лего, что они время от времени добавляют в некоторые ситуации сериала. Как, например, было с розовым костюмом Зейна. И вот сейчас, когда в 12 сезоне Зейн был в амплуа детектива. Камилла, последняя физическая фигурка мастера стихий, которая наконец-то вышла, и все, кто собирал персонажей сезона с турниром, могут ликовать. Гейл Госсип, одна из самых олдовых второстепенных персонажей Ниндзяга. Также получила своё воплощение в лего. Одежда у неё под стать тренду фильма Барби. Есть микрофон в руке, два выражения лица, причём испуганная, вообще топчик. И волосы, к сожалению, не совсем такие, как были в сериале, но в целом пойдёт. Несменный напарник Гейл, её оператор Винни. Он появлялся так же часто, как и вышеупомянутая подруга. Обычный парнёк в синей куртке с бейджиком и бейсболкой, держащий в руках камеру. Попрошу заметить, в её строении задействовали молоток. И это сильно. Современный мир всё больше и больше пропитан повесткой. И... лего не исключение. И существует два типа повестки. Первый совсем глупый и несуразный. Например, набор 400-634, женский футбол. Набор полный кал и сделан лишь бы, чтобы угодить сильным и независимым. Или же набор 405-16, в этом случае я просто промолчу и скажу, что монохромные фигурки выглядят неплохо. Но есть также второй вид повестки. Когда затрагиваются проблемы людей с ограниченными возможностями. И данная практика уже не раз встречалась в Сеток Сити. Но в случае с сегодняшним набором, очень многие моменты по типу подъёмников или специальных пандусов присутствуют для персонажа Сайруса Борга. И как по мне, проблемы инвалидов куда более существенны, чем обиженные женщины, геи и другие слои населения. К сожалению, эти люди не могут делать обыкновенных повседневных вещей, которые делаем мы с вами без каких-либо трудностей. И я определённо одобряю, что компания Лего посредством Сайруса Борга и этого набора напомнила нам, что важно не забывать об этих людях, помогать им быть более человечными и небезразличными. Вот по сути всё, друзья. Мы посмотрели с вами на самый большой набор Лего Ниндзяга на сегодняшний день. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. И очень надеюсь, что моя болтовня вас не утомила и вам было хоть сколечко, но интересно. А также подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, деликайте в колокольню, пишите комментарии. И пожалуйста, поделитесь этим видео с всеми друзьями, кому возможно будет интересно увидеть обзор на этот набор. Потому что очень много средств и сил вложено в это видео, поэтому очень не хочется, чтобы его люди обошлись стороной. А с вами был Лего Чувак, ещё увидимся. Фу, наконец-то я доснял видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok